Мы говорили о политическом десятихе. Первая строчка действительно гексалька. То есть, по-русски очень часто шестистопный тактель. Тактель, конечно. Или шестиикный дольный. Да? Правда. По-русски это действительно так. Мы узнали с вами, что дольник может заключать в себе между двумя ударениями переменное количество либо один, либо два безударных. Очень так же и гексаметр по-русски, опять-таки, может заключать в себе между двумя ударениями то ли один, то ли два безударных. Но, почему он гексаметр? Вот этих ударений должно быть гексам... шесть... шесть... Помните, пусть говорят голоманы, что мы не едим с пандемией. Мы договорились с вами, что попробуем что-то сегодня гексаметром написать. И действительно попробуем. Но перед этим давайте еще возьмем примерчики. Мы говорили об элитическом ди-стихе. Ди-стих — это двум стишем. Ди-стих — двум стишем. Я возьму, может быть, самое известное стихотворение, написанное элитическим ди-стихом. Это стихотворение римского поэта. А значит, стихи будут по-латыни. Я напишу по-латыни. Гая Валерия Катулова. Это имя тоже стоит себе записать. Гай Валерий Катул. Известно, что родился он в 87-м году до нашей эры. Он прожил то ли с 33, то ли 30 с небольшим. В общем, не так много. Иногда вы увидите, что называют 87-й, 57-й. Но в любом случае, это первый век до рождения Христа. Да? Это век императора Августа. Правда? Да. Это и век Авидия, и это вообще золотой век римской поэзии. Первый век до нашей эры. Вот тогда же и жил Гай Валерий Катул. Жил, надо сказать, в достатке и в праздности. Что это значит праздность? Ну, то есть пока ты можешь пугать, да. Жизнь такую веселую. Жизнь такую веселую. Так, праздность, это слово праздник. Правильно. То есть праздновал всю жизнь. Танцевал всю жизнь. Танцевал всю жизнь. А сейчас работой? Да. Да. Действительно, работой тяжкой его не отягощали. Достаток у него был. Но это, я вас уверяю, сложность римской молодежи того времени. Вот их действительно работой не отягощает. Хорошо это ли плохо? Сейчас вы мне скажете дружно. Хорошо. Хорошо. Хорошо тогда. Вас работой не отягощает. Правда? Господи, а я ничего не для кого. Посмотрим. Вот не знаю, хорошо это или плохо. И римляне всех времен очень рано познали досуг. То, что по латыни называется словом «отио». Это такой, знаете, досуг, как бы сказать, напрягающий. Печальный досуг. Когда нечем заняться. Скука. Отио. Отио. Катул это тоже познал. Смотрите, у нас сейчас есть чем заняться? Да. Есть. Можем залезть в интернет. И там проводить время. Да? Читать какие-то страницы. Древние римляне были этого, увы, лишены. У них не было интернета. Правда? Так. И значит, чем же им было заниматься? Чем было заниматься тому же Катулу? Писать. В свои двадцать с лишним лет. В скачках участвовать. Как? В скачках участвовать. В скачках участвовать. Ну да. Можно. В скачках. Писать. Можно в скачках участвовать. Согласен. Можно спортом заниматься. Да. Можно писать. Читать. Можно читать. Землю пахать. Можно... Как? Землю пахать. Землю пахать. Землю пахать. Землю пахать? Ну... Еще раз напоминаю со словами, в котором Катулу лежал. Но землю обычно не пахал. Бегать, прыгать. Ну это если уж совсем нечего. Бегать, прыгать. Хорошо. Спортом заниматься? еще участвовать в войне действительно война была и не одна, замените в эти годы римляне были устроены так что война была не для всех в войне Катул не был обязан участвовать хотя конечно это уже почти годы правления Цезаря и очень скоро начнется война которая захватит полмира так, еще еще что делать? в театре смотреть представления в театре конечно, ходить в театр без слова театр и у римлян, и у греков конечно будут наукой заниматься наукой заниматься можно и наукой а вот душу лежит к науке вот не хочется ни войной заниматься ни наукой писать весь день ежедневно писать весь день ежедневно да то есть каждый день да будет из степени Катул примерно так и делом и хотя после Катул осталась очень небольшая книжка стихотворений очень небольшая тем не менее до сих пор мы эти стихотворения знаем помним перечитываем читаем переводим чему мы обязаны средним векам средние века которые бережно сберегли эту книжечку Катулу одно двустишее самое-самое маленькое пожалуй я не пишу знаков для каналия сейчас оде тамо кваре ит фацеам фортас серик вирис я только в скобке возьму вот это оди потому что по латыни оно в стихах не считается оде тамо кваре ит фацеам фортас серик вирис нескео сет фиэри сэнцея тек экскруциоу давайте еще раз прочтем оде тамо кваре ит фацеам фортас серик вирис нескео сэфиэри сэнцея сэнцея вот эту буковку я считаю то как ц то как к как здесь нескеоу нескеоу римляне скорее всего читали евро и они читали форкиам они как мы сейчас да форциам пугаться этого не надо мы действительно не знаем как они читали эту буковку может быть они читали как нескеоу как в среднее века может быть они читали как нескеоу может быть нешоу ну нешоу вряд ли это как по итальянски вряд ли у римлян все-таки язык простой в основном как пишется так и читается конечно современные итальянцы прочтут по-другому фа чау да неш чау это современные итальянцы просто прочтут современные англичане и этот же корень прочтут как догадайтесь что за корень сайенс сайенс то есть наук разнаги значит нескео это значит не знаю правда не знаю давайте переводить по словам од ненавижу ненавижу вписываем перевод ненавижу а это самое простое люблю люблю значит ненавижу и люблю ненавижу и люблю словечко это вам знакомо конечно да это союз и правда и ненавижу и люблю ненавижу и люблю ненавижу 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 Возможно, ты спросишь. Реквилис. Узнаюсь, говорит, то же самое, да? Кваре реквилис. Ненавижу и люблю. Как я это делаю? Может быть, спросишь ты. Откуда мы знаем, что это ты? Потому что это второе лицо, да? Реквилис. И подразумевается, что я отвечу. Нескил. То есть я не знаю. Но так делаю. Но так делаю. И при этом сэньо. То есть сэнс. Что такое сэнс? Сэнс. Сенсорный. Чувствую. Конечно. И экскруциор. Такое сложное слово. Мучаюсь. Мучаюсь. Экскруциор. Здесь корень круц. Это крест. Я терплю некую крестную нуту. Я мучаюсь. Экскруциор. Я мучаюсь. Экскруциор. Экскруциор. Мучаюсь. Подумаю. Что перед нами. В качестве стиха. Одетамогвареитфациалфартасириквилис. Первая строчка на что похожа? Ну, так дели как бы. Похожа, но так дели. Опять же этот. Это гигзэн. Конечно. Вторая строчка. Экскруциор. Тоже самое, то же самое. Экскруциор. Сэн. Замы. И то же самое. Почти то же самое. Там два подряды. Помните Пушкина в прошлый раз мы с вами читали, да? Корреспондей. Корреспондей есть, нет, корреспондей есть. Экскруциор. Экскруциор. Здесь явная цезура есть. По-хорошему, это гексаметр, а это какой-то неправильный гексаметр, да? Ну что, гексаметр? В самом деле, пентаметр. Пентаметр. Гекса плюс пентаметр, да? Нескио сет феери. Он распадается на две части. Сентиет экскурциор. Пушкина вспоминаете? Мы читали с вами совсем-совсем недавно. Друга Аврора слотой, друга пенатов святых. То же самое. Нескио сет феери сентиет экскурциор. Перед нами, на самом деле, пентаметр. Перед нами двустишие, которые называются не просто двустишием, а эллигическим. Двустиши. Эллигический дистих. Так, действительно, писали и греки древние, и ревриные, и, как вы видите, и Пушкин тоже. Эллигический дистих. Давайте вспомним, что такое эллигия. Эллигия. Трудное словечко. Эллигия. Есть такой вид музыкального произведения. Так, есть такой вид музыкального произведения, согласен и поэтического тоже. Так, эллигия, значит, какое-то произведение, какое-то содержание, какое-то эллигия. Эллигия, какое-то грустное. Эллигия – это что-то грустное. Эллигический дистих – это значит тише, как правило, и грустное, и невеселое. Помните, мы читали стихотворение Пушкина тут? «Миг вожделенный настал, Окончен мой труд многолетний, Что ж непонятная грусть Тайно требует меня». Веселые стихи? Нет. Не веселые. Эллигический дистих – это, как правило, стихи грустного дырья. И не случайно мы это пишем в две строчки. Почему это двустишие? Может, две строчки. Так, сами. Ну-ка. Это всегда две строчки? Нет, конечно. У Пушкина шесть было. А, возможно, потому что шести строчек можно разбить на… Так, их можно разбить всякий раз на дверь. Один- CDs. И в первой тяжềлей всегда будет та-та-та-та- та-ра-та- таро – та-ра-та-таро, Во второй будет та-ра- та-ра- та-та- та-ра-та-та. Их совершенно не обязательно две. И у Пушкина, и, тем более, скажем, у Авидии, их гораздо больше. Помните, мы говорили об Авидии, которого сослали почти в эти места, в Тишинево? Так. Он там писал «Скорбные элегии». Вот в этом размере. Скорбные элегии. Заметьте, это ему не мешало до этого момента писать и «Любовные элегии», тем же самым размером. Более того, Авидий умудрился написать целый трактат под странным названием «Арс Аманди». «Арс Аманди». «Арс» «Искусство». «Арс Аманди». Мы знаем, что это. «Арс». «Искусство» или «Наука». «Искусство» или «Наука». «Арс Аманди». «Искусство». Искусство любить. Искусство любви. Наука любви. Почитайте. Это замечательное произведение. Здесь в первой части говорится, как юноша знакомится с девушками. Где это следует делать? Во второй части говорится, как девушка знакомится с юношами. Ну и наконец, в третьей части говорится, что же им делать вместе, когда они наконец познакомились. Марс Аманзи. Искусство любви. Или наука любви. Я вас уверяю, это в высшей степени целомудренная полема. Не ищите там порнографии. Не найдете. Это действительно советую. Как же встретиться друг с другом? Что говорить друг другу? Где встретиться, например, в цирке? Правда? Правда? И дальше действительно как провести время вместе. Еще раз напоминаю, перед нами в высшей степени целомудренная полема. Хотя настолько целомудренная, что ее, пожалуй, сочли слишком вольной в свое время. А еще вольными сочли элегические дистихи обидия, посвященные любовницам. Это были любовные элегии. И, в сущности, именно Завека. Его в свое время сослали. Далеко. Бенадуга. До смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова